Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Виктор Раду. Прошла очередная утечка топлива из танкера. Утечка нефтепродуктов из Делфи стала одной из тем, обсуждаемых в ходе сессии горсовета. Около 10 утра специалисты обнаружили нефтяное пятно площадью около 180 квадратных метров. Предельно допустимая концентрация содержания нефтепродуктов в воде была превышена в 21 раз. Сегодня ночью под декладом наших служб началось вытекание мазута, топлива, соляра. Я знаю, наши службы работают с ночью. Требуйте от всех служб, портовских, кто за это отвечает, пускай ставят двойное бонирование вокруг, а это они уже сделали в принципе, сорбент, все, что там было. Не допустить распространения этой грязи. Держите на контроле, что информируете меня. Утечку оперативно устранили, а на месте работали водолазы. Нанесенный городу ущерб определит государственная экологическая инспекция, а счет будет выставлен владельцу судна. Предварили сессию акции протеста на Думской площади. Среди тех, кто собрался перед зданием горсовета, велосипедисты. Они приехали узнать, где велодорожки. Именно так они назвали свой митинг. Для некоторых одесситов велосипед – это не только спорт, но и средство передвижения. Участники акции сетуют. Езда по городу – дело нелегкое, поскольку велодорожек в городе очень мало. У нас настоящая велосипедная дорожка только на Ольгиевской, на Долгой и на маленьком кусочке Варнинской. А также велополоса на Краснова и в парке Шевченко тоже велопешеходная зона. По словам Оксаны Цимбаловой, в будни одновременно выезжают на улицы города более 15 тысяч велосипедистов, а по выходным – около 4,5. Участники акции призывают разработать и утвердить стратегию развития велосипедного и малого электротранспорта в городе до конца года, а также создать безопасные условия для передвижения. Водители иногда адекватные, иногда неадекватные. Я живу на поселке, и добраться в город нет возможности просто, потому что вдоль дороги они несутся, особенно грузовые транспорты, а по обочине ехать – там мусор, а по тротуару – его нет. Какие-то дороги делаются с велодорожками, какие-то не делаются, они никак между собой не пересекаются, смысла от них покататься чисто, а именно как инфраструктура, она не работает совершенно. В мэрии, в свою очередь, говорят. В планах обустройство велодорожки, которая соединит поселок Котовского с центром города. Помимо этого, планируется создание еще нескольких велодорожек. Схемы уже согласованы с полицией. А для автомобилистов новшество на Пушкинской. На участке от Пантелеймоновской до Большой Арнаутской с 4 августа будет организовано движение транспорта по четырем полосам. Была разработана схема, которая предусматривает ограничение стоянки остановки транспортных средств на участке Пушкинской от улицы Пантелеймоновской до Большой Арнаутской. Основная причина изменения дорожного движения является большое количество как личного, так и общественного транспорта, который стоит в больших заторах именно на этом участке. Поэтому такая схема уже разработана, согласована с полицией. Сейчас работники СМЭП наносят дорожную разметку и устанавливают предупредительные знаки. В списке почетных граждан Одессы появилось новое имя – Михаил Борисович Пойзнер. Решение о присвоении этого звания было принято в ходе сессии Горсовета. Михаил Пойзнер – ученый, писатель, исследователь, коллекционер, автор целого ряда книг по истории города, биографических изданий, инициатор и меценат установок целого ряда памятных досок, выдающимся одесситам. На минувшей неделе состоялась церемония передачи литературному музею архива писателя Казачинского. Цены издания и документы попали в Одессу благодаря усилиям Михаила Пойзнера. Пожалуй, самым обсуждаемым вопросом сессии Горсовета стал кредит. Город намерен взять в банке 500 миллионов гривен. Правда, дискуссии вокруг такого масштабного вопроса не произошло. Свои коллективы внесла начавшаяся в стране предвыборная гонка. В сессионном зале сегодня звучали лозунги, а не серьезные аргументации. Поучить мэра и депутатское большинство не применули даже нардепы, специально прибывшие из столицы на сессию Горсовета. Впрочем, и им ответили в чисто одесском духе. Не учите город жить, помогите материально. Принимайте законы, столь необходимые одесситам в Верховной Раде. В итоге депутаты одобрили проект решения о заимствовании 500 миллионов гривен под 11% годовых. Эти средства планируют расходовать на модернизацию и замену лифтов, на установку уличного освещения, реставрацию фасадов в исторической части города, а также на ряд других городских нужд. Сессия Горсовета 22 июля все же прошла под знаком того, что выборы уже не за горами. Напомню, депутатов местных советов и городских голов будут избирать 25 октября. Верховная Рада приняла окончательное решение об этом на прошлой неделе. Но уже сегодня представители ряда политических сил попытались превратить сессионный зал в арену для демонстрации предвыборных лозунгов. 21-летний житель села Червоный Яр Килийского района утонул, купаясь в озере Китай. Накануне около 17 часов молодой человек нырнул с моста и исчез. Сообщение от отдыхавших вместе с ним друзей поступило в службу спасения. Поисковые работы начались во вторник вечером и закончились в среду утром. Тело мужчины обнаружили недалеко от того места, где он нырял. Еще один несчастный случай на воде произошел в Саврамском районе. В реке Савранка утонул 13-летний мальчик. Сообщение спасателям поступило около половины седьмого вечера. По прибытию на место происшествия сотрудники ГСЧС обнаружили на берегу мальчика в бессознательном состоянии. Подростка пытались реанимировать в течение получаса, однако возвратить его к жизни не удалось. Спасатели в очередной раз напоминают, купаться в неподготовленных для этого местах и тем более нырять опасно для жизни. О чем говорит печальная статистика смертей на воде. Ведь несчастные случаи происходят часто с местными жителями, которые считают, что отлично знают местность и дно водоема. Среди международных праздников есть и Всемирный день мозга, который отмечают 22 июля. Этот день был учрежден Федерацией неврологии. Задача этого необычного праздника – привлечь внимание людей к важности здоровья этого органа человека. О том, как сохранить мозг здоровым, а ум ясным до глубокой старости, рассказывает врач, заведующая неврологическим отделением лечебно-реабилитационного центра «Белая Акация» Виктория Лобойко. Интенсивно работающий мозг позволяет не только быть успешным и эффективным в любой деятельности, но и сохранять ясный ум и бодрость. Чтобы мозг был здоровым, ему необходимо давать отдых, говорит Виктория Лобойко. «Обязательно клетки головного мозга у нас работают постоянно, круглосуточно, и обязательно такая форма, как память, внимание, мышление и целый день рабочий график должен сменяться обязательно физическим трудом». Регулярные занятия спортом, умеренная физическая нагрузка весьма положительно влияют на работу мозга и могут служить профилактикой многих заболеваний, говорит специалист. «Мы рекомендуем вести здоровый образ жизни. Это смена труда и отдыха. Но отдых – это обязательно физический отдых. То есть это не лежание на диване возле телевизора, обязательно активный образ жизни. Спорт стимулирует работу головного мозга. И также мышление стимулирует двигательную активность. Поэтому здесь все взаимосвязано». Люди с разносторонними интересами, которые получают новые впечатления, решают сложные интеллектуальные задачи, гораздо дольше остаются активными. Чем активнее мозг трудится, тем лучше он сохраняется, говорит специалист. «Любой мыслительный процесс стимулирует клетки головного мозга. Поэтому мы рекомендуем много читать, много гулять, много видеть хорошей положительной информации. То есть это природа, море, красивые картинки перед глазами. Это тоже стимулирует клетки головного мозга. Все положительные эмоции». «Мозг, — говорят специалисты, — с одной стороны, весьма малоизученный орган человека, с другой — весьма уязвимый. Причем как непосредственно сам мозг, так и питающая его кровеносная система. А среди заболеваний сосудов головного мозга самый распространенный инсульт. По статистическим данным, среди причин смерти этот недуг занимает второе место после инфарктов. О необходимости профилактики этого заболевания нужно задуматься, начиная с 30 лет, — говорят врачи. «Хотя бы раз в год мы рекомендуем сдавать лабораторные анализы. Уже по лабораторным анализам мы можем видеть, какие нарушения. То ли это нарушение свертывающей системы, либо это повышение уровня холестерина, как правило, повышение уровня давления». Признаками инсульта могут быть общая слабость и резкая головная боль, — говорит специалист. «Основные признаки инсульта — это или потеря сознания, и движение. Это замедленная речь. Все, что связано с движением, — это все замедляется. Поражается, как правило, одна сторона. Это или рука, или нога. Слабость односторонняя в руке или в ноге». В зависимости от того, какой участок мозга поражен, та функция организма и нарушается. «В зависимости от того, в каком участке поражения, мы видим симптоматику. Бывает только речь нарушена, только перекос лица. Как правило, это слабость в левой руке или в левой ноге, или наоборот, с другой стороны. Это основные жалобы пациента». По статистике, от 60 до 80% пациентов, перенесших инсульт, становятся инвалидами. Однако правильная и вовремя проведенная реабилитация дает возможность избежать таких печальных последствий, говорят специалисты. Одесситка Раиса Моисеева недавно пережила инсульт. Его последствия оказались очень тяжелыми. За помощью в восстановлении функций движения она обратилась в лечебно-реабилитационный центр «Белая акация». «Я приехала в санаторий «Белая акация» с огромным желанием восстановиться. И вы знаете, мои ожидания превзошли. Я уже нахожусь здесь третью неделю, но я считаю, что это огромные успехи. Мы достигли огромных успехов. Конечно же, благодаря команде, которая работает в «Белой акации». Залог успеха – именно командная работа специалистов, говорит Виктория Лобойко. Геабилитацией занимаются невропатолог, физиотерапевт и логопед. Это дает возможность больным максимально восстановить утраченные способности и вернуться к нормальной жизни. 26 новых случаев коронавируса зафиксировано в Одесской области за последние сутки. 9 из них в Одессе сообщили в областном лабораторном центре Минздрава Украины. В Одесской инфекционной больнице проходят лечение от COVID-19 113 пациентов. 16 из них в тяжелом состоянии. В Украине число заболевших не снижается. За сутки 829 новых случаев, сообщили в Минздраве. Адаптивный карантин в стране будет продлен до 31 августа. Об этом в среду заявили в Кабмине. Как будет развиваться ситуация с заболеваемостью коронавирусом, осенью покажет время. Таким образом, сегодня специалисты не берутся говорить относительно формы занятий в школах. Вполне вероятно, что обучение будет проходить частично или полностью в режиме онлайн. Родители учеников, предвидя такой сценарий, вышли на акции протеста в разных городах Украины. Присоединились к акции и одесситы. В полдень родители школьников пришли на Думскую площадь. Мамы, папы, а также бабушки и дедушки одесских школьников пришли на акцию протеста. Я здесь потому, что я хочу, чтобы дети получали полноценное образование. Я хочу видеть, чтобы мне хоть один из чиновников ответил, как 6-7-летний ребенок может без мамы, которая на работе вместе с папой, получать образование. У меня двойняшки-внуки и ходят в школу. 10 лет закончили третий класс. Это ужас. Это не образование. Это насмешка над всеми нами, особенно надо мной. Двое детей. Один ребенок второй класс, второй ребенок восьмой класс переходит. Надо делать ничего домашнего задания. То есть мы сидели с утра и до вечера, пока все это сделали, пока это все скинули, потом проверили, потом нам прислали результат. Это очень тяжело. Это нет общения взаимного, нет учитель, ребенок, как положено. Дети не хотят ничего делать. У меня в этом году идут три внука в первый класс. Всего у меня 11 внуков. Значит, шестилетний ребенок, который приходит в школу, впервые, оторванный от семьи и от садика, он должен видеть выражение лица учителя, глаза, мимику. Восемь лет она переходит в третий класс. Полгода она занималась кое-как. Это не образование для ребенка. Это не образование. Родители не могут помочь своим детям, потому что они должны работать. У меня два школьника. Это третий и четвертый класс, два мальчика. И у меня грудной ребенок. Это было очень тяжело. Во-первых, у нас не было такого количества телефонов, чтобы обучаться. Пришлось покупать в очень быстром времени. Ну, очень тяжело было. Я больше не хочу такого для своих детей. Во-первых, образование должно быть качественным. Участники акции подписали резолюцию на имя президента Украины с требованием проведения нового учебного года в обычном, а не онлайн формате. Президенту Украины, Зеленскому Володимиру Олександровичу, граждане Украины, батьки та родичи ученых школ Одессы. Коллективное звернение про запобегание введению загального, примусового, дистанционного школьного навчания. Напомню, Минздрав рассматривает вариант деления страны на четыре зоны – красную, оранжевую, желтую и зеленую, в каждой из которой будут действовать свои ограничения. Это касается и сферы образования. К примеру, если населенный пункт будет входить в красную зону, то образование в учебных заведениях будет только дистанционным. В других зонах будут послабления – переход на обучение в две смены или совмещение онлайн и оффлайн обучения. В районе двух столбов сгорело шашлычное. Как сообщает в ГСЧС, огонь в одноэтажном здании вспыхнул около половины девятого утра. Спасатели работали по повышенному номеру вызова. Огонь распространился на площадь 150 квадратных метров. Люди не пострадали. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Еще один пожар тушили в центре Одессы на улице Спиридоновской. Там возгорание произошло в подвальном помещении четырехэтажного жилого дома. Как выяснили спасатели, в подвале жилого дома загорелся компрессор. Его погасили. Никто не пострадал. Мозг – компактное скопление нейронов и дендритов. Такое определение этому органу дают ученые. Однако в обычной жизни люди часто ассоциируют этот орган тела с интеллектуальными способностями. Что же такое ум и какого человека можно назвать действительно умным? С этими вопросами мы обратились к одесситам. Умный – значит сообразительный, интересный в общении и развитый человек, считают наши респонденты. Он сообразительный, эрудированный, смышленный. Ну, человек может поддержать любую тему в разговоре, что очень важно всегда. Потому что неизвестно, в какой ты компании будешь находиться, и эрудированность как раз здесь пригодится. Зависит ли интеллектуальный уровень и ум человека от его образования? На этот счет мнения разделились. Я считаю, что образование играет важную роль в этой теме, потому что человек учится, человек познает что-то новое. У него есть какие-то цели, люди получают образование для дальнейшей какой-то своей жизни, для работы. И это как один из способов самореализации. Образование надо, да. Но есть люди образованные, а интеллект – основная. Нужно быть образованным в свое время, и сам, когда человек рождается, у него наделяется человек каким-то разумом. Естественно, как бы то, что в него вкладывают родители. Если человек будет, ребенок будет, ребенок двора, то его научат только как палками бить. Вы знаете, умный человек может быть без образования. Сельская бабушка может быть намного умнее наших, пардон, депутатов. Природа делает человека умным, родители делают человека умным. Когда родители добрые и умные, пусть они без образования, ребенок вырастет добрым, умным и человеком с большой буквы. Умный человек – это не только интеллектуальные способности, хорошее образование и глубокие знания в разных областях. Умным человека делает также наличие морали, соблюдение этикета и природная смекалка, считают наши собеседники. Согласно последним исследованиям ученых, на протяжении жизни интеллектуальные способности человеку меняются, причем неравномерно. Некоторые достигаются в его пиках к 20 годам, иные же совершенствуются и после 50. Например, аналитические способности могут развиваться всю жизнь, а именно в юности мозг наиболее приспособлен для усвоения больших объемов информации. Именно на этот период и приходятся школьные и студенческие годы. Большинство абитуриентов сейчас уже знает результаты внешнего независимого тестирования и формирует стратегию поступления в ВУЗы Украины. В нынешнем году количество бюджетных мест увеличено почти на 5 тысяч. Как этим следует воспользоваться после новостей в программе «Тема дня» рассказывает председатель Совета ректоров ВУЗов Одесского региона Сергей Степаненко. Естественно, что они распределяются, эти повышения или уменьшения, оно распределяется совершенно по другим приоритетам. То есть есть специальности, где уменьшилось количество бюджетных мест. Это, например? Ну, это менеджмент, к примеру. То есть это те специальности, где очень много выпусков было ранее? Совершенно верно. А, к примеру, вот очень существенное увеличение произошло на 122 специальности. Это компьютерные науки, информационные технологии. Там практически на треть увеличилось количество мест. Более чем на тысячу мест увеличилось количество бюджетных мест. То есть существенное. Но Одесский регион с этого, как Вы сказали, про минорные нотки, не много. Чим мы будем видеть? Посмотрим, посмотрим. Это зависит от наших абитуриентов. Совершенно верно. Это зависит от абитуриентов. Естественно, минорные нотки есть. Почему? Потому что, во-первых, само количество абитуриентов, которые прошли внешне независимо оценку, я вот надеюсь на дополнительную сессию, в принципе, по Одесскому региону, из числа записавшихся, Вы видели, там, недобор по каждому предмету 15-20%. Это очень существенно. То есть выводы, что это будет как-то скереговано, потому что, действительно, это за условия карантина. Вот, конечно, это очень печально. И я все-таки надеюсь, что, в принципе, в первую очередь, выпускники одесских школ в этом году покажут конкурентные оценки по внешнему независимому оцениванию и смогут оттеснить абитуриентов других регионов. Потому что до этого времени, наоборот, одесских абитуриентов вытесняли на контракт. Интеллектуальные игры и мелкая моторика чрезвычайно полезны для головного мозга. Именно поэтому игра в шахматы – лучшая тренировка головного мозга, говорят специалисты. Любые интеллектуальные процессы головного мозга стимулируют его работу. Любые. Это мелкая моторика. То есть, если мы делаем что-то руками, а шахматисты постоянно руками, помимо мыслительной деятельности, они постоянно передвигают шахматы руками. Поэтому вот мыслительная деятельность, двигательная активность – это все взаимосвязано. Игра в шахматы может стать профилактикой старческого слабоумия и болезни Альцгеймера, считают врачи. Продолжим тему шахмат. Соборная площадь в Одессе известна не только Спасо-Преображенским собором или памятником Воронцову. Здесь есть еще одно примечательное и известное одесситам место. Это своеобразный шахматный клуб. Многие годы, каждый день там собираются любители шахмат. Есть там свои старожилы, существуют свои легенды, сложились определенные правила. Наши корреспонденты отправились на соборку, чтобы погрузиться в атмосферу шахматной Одессы на открытом воздухе. Более чем полвека здесь собираются любители шахмат. Каждый день ценители этой древней игры приходят на соборку, чтобы попробовать свои силы, пообщаться с товарищами, встретить новых знакомых. Меня отец сюда подвел 5 лет, он сам играл в шахматы. Вот мне уже 56, ну 51 год я знаю, что здесь играют, ну очень давно. И клуб называется «Два коня». Каждый день собираемся, вот где-то с часу, когда как, но игра может продлиться сутками. Я как-то был трое суток здесь, два гроссмейстера играли. Здесь все стихийно. Может быть 20 человек, а через час уже их 100. Ну тут такого нет. Здесь как у кого работа, занятия, базары там, семьи. Вот школу, встречать ребенка. Ну это все же жизнь такая. Михаилу Фунтикову завсегдатуя шахматной беседки на соборке удалось в 2018 году на турнире шахматных ветеранов обыграть именитых мастеров спорта и гроссмейстеров. Турнир проходил в Одессе. Участие принимали спортсмены со всей Украины. Здесь это шахматная игра. В жизни человек живет и играет. Как хочет, так и все просчитывает. Куда хочет, туда идет. И никто ему не мешает. Допустим, что-то человек хочет выполнить, он идет по прямой. Шахматист это спортсмены. Упрямые. Захотел сделать, он сделает. В беседке на соборке вспоминают интересные истории, например, о шахматисте Фельдсе. Выдающийся шахматист, но еще больше, наверное, аферист. В каком смысле? Значит, Фельдс собирал всех шахматистов соборки, да, в свое время. Ну, таких элитных. А в 70-х годах был интерес на деньги играть в шахматы. Люди проигрывали квартиры. Я знаю, на Дерибасовском, мой знакомый в центре Дерибасовский трехкомнатную квартиру проиграл. Да, в шахматы. Да, вот здесь они играли трое суток, вот здесь, возле памятника. Так вот, Фельдс собирал человек сто таких желающих. И с них по тысяче рублей по тем временам. Шахматную беседку посещали не только любители игры, но и известные шахматисты, рассказывает Михаил Фунтиков. Здесь вот один раз играли мы с ним. Покойный мастер спорта Галахов проиграл тогда мне матч. И он говорит, сыграй с подгайцем. Я говорю, давай, буду играть. Начали играть. Я проиграю партию, следующее отыграю, проиграю, отыграю. Михаил подгайц говорит, я чемпион соборки. Я говорю, нет, я. Приходят сюда в обеденное время и любители других настольных игр. Да, в шахматы, в карты, в нарды играют. Ну, в основном играют на мелкий интерес. Ну, может, на печенье, на конфеты. Иногда гроссмейстеры играют только на деньги. Мастера спорта. И суммы достигают. Ну, порядка партия выиграна тысячи гривен. Одесса примечательна не только и не столько памятниками архитектуры, но и ее людьми, традициями, такими, как шахматный клуб на соборке. Как выяснили наши корреспонденты, сегодня игрой в шахматы увлекаются немногие. У кого-то нет на это времени, у кого-то желания. Однако то, что эта игра развивает мышление и логику, не сомневается никто. Вы спросите, кого угодно, они вам скажут, для чего полезно играть в шахматы. Развивает разумовые способности, для того, чтобы много не говорить. Грают шахи тому, как это нерозумевше можно сказать, для того, чтобы думать, для того, чтобы развязывать задачи. Мне кажется, интеллектуальная игра, поэтому играют, тоже для развития мышления. В том, что приходится очень много думать, продумывать наперед каждый ход, читать оппонента. Не знаю, успокоение действительно, может быть, развивает память очень неплохо, я так думаю. Это вся информация к этому часу. Далее прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Берегите себя, своих родных и будьте здоровы.